Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана Прайм. Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Плюс 15 за сутки. В Сарове растет число зараженных коронавирусом. Комфортная среда. Стартовала вторая очередь реконструкции лыжной базы. Онлайн-хакатон. Саровчане стали призерами марафона IT-специалистов. Далее расскажем обо всем подробно. Последних трех пациентов, вылечившихся от коронавируса, выписали из больницы в китайском Ухане, где и началась эпидемия. 3 июня у последних трех пациентов два теста на COVID-19 оказались отрицательными. Температура была в норме, симптомы исчезли. На следующий день медики оценили состояние пациентов удовлетворяющим условиям выписки. В Москве применили новый способ лечения больных коронавирусом. Дни скорой помощи имени Склифосовского стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику с помощью гипербарической оксигенации. 25 больным провели уже более сотни бары сеансов. Врачи отмечают, что после сеансов улучшается общее самочувствие, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови. Кроме того, гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает ее побочные эффекты. Все это способствует выздоровлению пациентов. За все время в Москве выявили почти 190 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более половины уже вылечились. В России по состоянию на 5 июня зафиксировано более 450 тысяч случаев заболевания COVID-19. За последние сутки вирус нашли у 8726 человек. Более 40% от общего числа заболевших нижегородцев выздоровели от коронавируса. Около 4300 человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Порядка 2500 пациентов проходят лечение в больницах. Более 6300 жителей региона находятся под наблюдением медиков. В Сарове за сутки выявили 15 новых больных COVID-19. Увеличилось число госпитализированных. В том числе одного соровчения направили в 33-ю больницу Нижнего Новгорода. Еще один продолжает лечение в Приложском окруженном медицинском центре. При этом растет и число тех, кто преодолел болезнь. За сутки их стало больше на 5 человек. Подробнее о ситуации с распространением коронавируса рассказала главный санитарный врач Саровой Ирина Игнатьева. Коэффициент распространения у нас достаточно большой. Но при этом совершенно четко мы понимаем, что это тот уровень заболеваемости, который сейчас наблюдается как во всех регионах, так и во всех районах нашей Нижегородской области. То есть в этой ситуации мы нисколько от других не отличаемся. Заболеваемость идет по тем путям, которые мы уже многократно с вами обговаривали. Ничего здесь нового нет. И заболеваемость наша нас радует только в том плане, что она идет в легких в основном и изредка в средне-тяжелых формах. Те меры профилактики, которые предпринимал город, позволили избежать смертей среди жителей. Ситуация по COVID-19 стабильная, но профилактикой пренебрегать нельзя. Помните, пожалуйста, об этом и на Троицу. Помните об этом и выезжай к родным. И у меня еще есть вопрос по поводу отъездов в отпуска. Сейчас многие пытаются выехать. Пожалуйста, узнавайте по территориям, куда вы выезжаете, есть ли там карантины, есть ли там высокая заболеваемость. Наш Краснодарский край тоже открыл достаточно много курортных мест. Но уже сегодня в средствах массовой информации, обратите внимание, продлен у них карантин до конца у некоторых июня. Что касается тех, кто остается на работе, их состоянию здоровья будут уделять повышенное внимание. Работодателям рекомендовано обращать внимание даже на незначительные симптомы COVID-19 – першиня в горле, слабость и прочее. Если сотрудники въезжают в город из неблагополучных районов, допускать их к работе стоит только при наличии отрицательных результатов анализов на COVID-19. Работникам нужно сообщать о намерении выехать за пределы города. Пандемия больно ударила по мировой экономике и сказалась на зарплате и сбережения граждан и в нашей стране. В официальных группах канала «16» в социальных сетях мы спросили соровчан, как коронавирус повлиял на их доходы. Ничего не изменилось у 36% респондентов. Доходы увеличились у 2%. Подавляющее большинство участников опроса выбрали вариант «Мои доходы уменьшились». Началась вторая очередь реконструкции поэма реки Сатис. На эти цели из федерального бюджета направили более 30 миллионов рублей в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Проект благоустройства сформировали с учетом пожеланий жителей города. Подробности далее. На лыжной базе уже этим летом должно появиться несколько новых объектов. В первую очередь будет сделана асфальтированная пешеходная зона протяженностью 1 километр. Подрядчик уже выполнил разметку и начал завозить строительные материалы. Когда установится сухая погода, приступят к укладке песка, щебне асфальта. Она идет от стартового городка прямо в сторону Маслихи, в сторону речки. Далее поворачивает направо, вдоль реки идет и, соответственно, также возвращается к асфальтированному уже имеющимся кругу. Она будет как и прогулочной, так и для любителей, кто катается на лыжероллерах, кто катается на роликовых коньках. То есть, в принципе, она для жителей города и также будет использоваться, соответственно, спортсменами. Кроме того, после второй очереди реконструкции на лыжной базе появятся объекты, которые горожане давно желали установить. Голосовали за них на общественных обсуждениях. Кардодром и памптрек. Это для велосипедистов. То есть, на сегодняшний день он уже существует, но ребята его делали собственными руками, поэтому данная площадка будет модернизирована, будет реконструирована, появятся новые мафы и, соответственно, площадка приобретет современный вид. Деревья при строительстве вырубать не будут. Срубят только опасные сухостойные деревья. Кардодром сделают на поляне у реки, а асфальтированную трассу проложат по уже существующей грунтовой. Появится еще и площадка для выгула собак. Она будет чуть дальше, чем спуск, который идет от художественной школы вниз к нам. То есть, немножко в сторону, скажем так, маслища. Площадь довольно-таки ее приличная. Будут установлены мафы, где любители будут гулять с собаками. И также будут в дрессировке проводиться собак. Пока погода не позволяет начать полноценные работы, но завершат вторую очередь реконструкции на лыжной базе до октября. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Полиция Сарова проводит оперативно-профилактическую операцию «Велосипед». Ее цель – снизить количество краж велотранспорта. Стражи порядка вручают любителям двухколесного транспорта памятки о том, как уберечь свое имущество от воров и патрулируют дворы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о региональных стимулирующих выплатах сотрудникам медицинских организаций. Они положены специалистам, которые трудятся там, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Например, это сотрудники диагностических центров, принимающие пациентов на компьютерную томографию амбулаторно. Технические специалисты, инженерные кадры, уборщицы и ряд других категорий медицинских работников. Все региональные выплаты сотрудники медицинских организаций получат уже в июне. Они составят от 20 до 50% от среднемесячного заработка. До 11 июня продлится прием заявок на конкурс молодежных проектов и инициатив «Драйвера роста». Его основная задача – помочь молодым людям с активной позиции воплотить свои идеи в жизнь. Это могут быть студенческие инициативы, проекты в области спорта и патриотического воспитания, предложения в сфере науки, творчества, добровольчества и медиа. Победители, их имена станут известны до конца июня, получат гранты размером до 300 тысяч рублей. Заявки принимают на портале «Молодежь России». С 5 июня заработала система «Мобильный избиратель», с помощью которой граждане могут выбрать участок для голосования по поправкам в Конституцию. Эта услуга предназначена для тех, кто постоянно зарегистрирован в одном месте, а фактически живет в другом, либо в дни голосования будет в отъезде. Заявление можно подать в электронном виде через личный кабинет, на портале госуслуг или в мобильном приложении. Подведены итоги конкурса IT-специалистов «Хакатон онлайн» – цифровой форсаж атомных городов. Победителей определяли в трех номинациях – муниципальное управление, малое и среднее предпринимательство и городские сообщества. Третье место получила команда «Эпицентр» под руководством саровчанина Павла Першина. В 2018 году Павел Першин разработал проект «Эпицентр современного досуга» как изолированный слой для нашего города. За основу молодой человек взял платформу «Умный город». На интерактивную карту он нанес места досуга. Еще тогда Павел задумывался о переводе своего приложения в онлайн-формат, чтобы оно было доступно каждому саровчанину. И вот спустя два года мечта Павла сбылась. Это мобильное приложение, да, то есть прототип мы разработали, где все по категориям разбиты, все мероприятия, и человек может спокойно увидеть на карте, где он находится и где находятся мероприятия поблизости. В реализации проекта Павлу помогла его команда «Эпицентр». В нее вошли пять человек. Чтобы попасть в финал конкурса, ребятам за два дня предстояло создать программную оболочку для приложения и представить ее членам жюри. В онлайн-хакатоне цифровой форсаж атомных городов за победу боролось 60 команд в трех номинациях – муниципальное управление, малое и среднее предпринимательство и городские сообщества. По итогам отборочных туров в каждой осталось пять групп. И уже им предстояло побороться за призовые места. Команда Павла стала третьей своей номинации. Ну, если честно, конечно, было немножко обидно, когда оглашали результаты, но это конкурс, это объективная оценка жюри, мы как можем спориться. Много достойных работ было, и интересно было смотреть на их работы. Ну, естественно, всегда желаешь, чтобы твоя работа заняла первое место, но в следующий раз будет лучше. В планах у Павла Першина продолжать развивать свой проект и плотно сотрудничать с администрацией Сарова, чтобы его приложением могли пользоваться все горожане. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. С 8 июня Молодежный Центр начинает летнюю оздоровительную кампанию. В этом году она пройдет в дистанционном формате. В форме онлайн-марафона. Подробности в следующем репортаже. Всего Молодежный Центр запланировал три летних онлайн-марафона. Первый стартует уже 8 июня и продлится пять дней. Он будет посвящен популяризации здорового образа жизни. Это будут мастер-классы, акции, флешмобы, челленджи. Они будут проходить на платформе Zoom и в группе ВКонтакте. Это для ребят 10-15 лет. Мы будем начинать наше утро с линейки, встречаться в Zoom, общаться. Будем рассказывать распорядок дня. А потом будут в группе в социальной сети выкладываться какие-то задания, викторины, челленджи. Второй этап – медиаканикулы. Для ребят, которые увлекаются медиатворчеством, организуют мастер-классы по созданию и монтажу видеороликов. Второй этап пройдет с 15 по 19 июня. И третий этап – онлайн-марафон. Это будет марафон хороших привычек. Там уже для ребят постарше 14+, и тематика будет спорт, ЗОЖ, социальная активность. Отправляя своего ребенка в такой онлайн-марафон, родитель может быть уверен, что его чадо находится под присмотром первой половины дня. Для подростка это возможность получить новый опыт, найти новых друзей и узнать что-то интересное. В конце каждой смены дети получат сертификат участника. Записаться на онлайн-марафон можно по телефону 99 118. Количество мест ограничено. Участие бесплатно. Привычный многим горожанам летний читальный зал библиотеки имени Маяковского этим летом переходит в онлайн-формат. Библиотекари готовят дистанционные викторины, конкурсы, игры для детей и их родителей. Подробнее о том, как в этом году будет проходить лето в Маяковке, смотрите далее. Каждый четверг, начиная с 11 июня в 12 часов, сотрудники библиотеки на своем сайте будут выкладывать видеоролики, презентации и викторины, посвященные определенным темам. Первый читальный зал будет о детском чтении и музыке. Вашему вниманию будет представлен видеоролик с концерта «Песня «Друг мой навсегда», где учащиеся вокального отделения детской школы искусств, класс преподавателя Андрея Владимировича Каплина, порадуют вас веселыми песнями, которые посвящены детским сказочным героям и героям всеми любимыми мультфильмов. В этом году особое внимание уделят темам, связанным с Великой Отечественной войной. К 25 июня Маяковка готовит литературно-исторический экскурс «Война совсем не фейерверк, а просто трудная работа» по материалам журнала «Родина». Очень приятно, что первые выпуски этого журнала, начиная с января по май, посвящены практически целиком событиям Великой Отечественной войны, событиям победы и событиям начала войны. И вот мы попытаемся как-то такую выборку этих любопытных, интересных фактов сделать и представить горожанам. Кроме того, библиотекари прочитают отрывки из книги Станислава Алифира «Когда я был маленьким, у нас была война». Также горожане смогут принять участие в виртуальных игротеках на сайте biblion.ru. Встречи в дистанционном формате продолжатся до отмены режима повышенной готовности, когда в регионе разрешат проводить массовые мероприятия. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Закажите любимые блюда из ресторана «Прайм» с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова